С 19 по 28 июня. Я рада представить наших сегодняшних гостей. Это генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Михайловна Сёмина. Добрый день. Программный директор кинофестиваля Кирилл Эмильевич Разлобов. Приветствуем вас. Директор по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля Пётр Григорьевич Щепотинник. Добрый день. Координатор программы документального кино ММКФ Сергей Валентинович Мирошниченко. Арт-директор медиафорума ММКФ Ольга Викторовна Живко. Куратор программы «Свободная мысль» Григорий Либергал. Добрый день. И начальник управления рекламы и маркетинга компании ВТБ Александр Юрьевич Ерофеев. Добрый день. И первой я, конечно, хотела бы передать слово Наталье Михайловне. Пожалуйста, Наталья Михайловна. Ну что, я вас поздравляю с начала 36-го фестиваля Московского международного кинофестиваля. Наталья Михайловна, правая клуба, я не знаю. Еще раз повторить. Ну, вы слышали, что я раз и Наталья Михайловна. С 36-го Московского международного кинофестиваля сейчас команда расскажет вам подробно, что вас ждет. Ну, и мы ответим на ваш вопрос. В частности, я, если ко мне был вопрос, у меня очень редко спрашивать о чем-либо. Мы милости просим. А сейчас опять, да? Я думаю, мы поступим в следующий вопрос. Сначала, Игорь, вы не любите, вы даже поставим слово, может быть, медиафоруму, комментарии, программе, соблюдите какой-то такой элемент кематографического статуса, что самое главное, естественно, вам скажу в последнюю очередь. Значит, Ольга Шишко, медиафорум, Ольга Краскова. У вас в регламенте очень большое вызвание. Очень много, что можете нам всегда рассказывать. Представляете? Я кратить. Так приятно, что мне первое такое слово. И как я делал, как самая, наверное, молодежная, экспериментальная программная фестиваль, в этот раз пройдет в 15-й раз. И это уже не время, как мы говорили, как мы пытались это сделать, не так, а в этом году, а в этом, как бы понять, что у нас ждет впереди. И поэтому мы идем все дальше с нашими экспериментами. В этом году мы себе позволили сделать такую проекцию авангарда, то есть провести линии между экспериментами, киногардистов и художников от начала лета, как бы даже от Рацион, до сегодняшнего дня. То есть взглянуть в ту сторону, куда же идет кино в будущем. Уже не просто кинопередрация, видео-арт, а куда идет кино инактивное. Что нам дают эксперименты с технологией, с наукой, что такое кино. Но у нас очень много будет споров на круглых столах, на конференции, которые пройдет и соединит ведущих практиков и теоретикам в области нейро-кино. Ну а также будут просто интересные события, которые пройдут на разных площадках. Это будет центральный выставочный зал «Манеж» и дворик музея Москвы, и зал «Конструкторам Зирия». То есть мы покажем эксперименты, которые проводятся на грани визуального искусства, кинематографа и театра. Уложилось? Спасибо большое. Что нам скажут документалисты? Документальный конкурс пойдет четвертый раз. Жюри возглавит Шон Макалетта, наш шаманец, классик неигрового документа, английского. В нем будут остальные два парня. Это основатель крупнейшего фестиваля в Латинской Америке документального Сан-Павло в Виталии. И им будет на Питерстве решена Алина Рудницкая, одна из самых талантливых людей в воду. Алина Рудницкая, да. Значит, и программа будет 8 фильмов, они все перечислены у вас. В пресс-клитах есть люди, которые уже считаются весьма-весьма-весьма авторитетными из среднего, старшего поколения. Многие люди там. И внеконкурсная программа «Свободная мысль», которая будет показывалась, как в октябре, созданный конкурс тоже будет повторяться, как в октябре, да, и в СЗК-центре документального кино. Там же будут и мастер-классы, там же будут и какие-то другие культурные события. У нас в этот раз «Свободная мысль» несколько специальных событий. Готфи Реджио, Вася, опять же, привозит сам свой последний картин-пеститель, он его будет сам представлять, это спецсобытие. У нас будет показан последний коллективный проект Вима Кенгерса. Это была последняя работа великого австрийского документалиста Михаила Глобогера. И его память посвящена будет также и самая удачная, самая сильнейшая его картина «Смерть рабочего». Вот, собственно говоря, все картины у нас есть в пресс-виде. Все? Спасибо большое. Сережа, не хочешь ничего добавить? Я могу просто сказать, что нам к моему большому удовольствию всей команде удалось собрать очень хороший состав и конкурс. Я думаю, что это в этом году самый сильный будет конкурс из всех предыдущих по составу двух участников. Я не знаю, там качество определяется уже зрителям, но по составу это самые значительные, самые награжденные люди, в том числе, например, Алис Гибни, который имеет и Оскар, и несколько эмий, и он привозит картину и будет здесь. это Гоша Амстронга, это замечательный в ЖЦ великом велосипедисте Амстронге, сделанная картина снималась на карет. Я считаю, что это такой хит. И многие другие приходите, очень интересная программа. Если вы приходите на вопрос отречи. Спасибо. Спасибо большое. Теперь мы приходим к программам 36-го Московского Международного Кинодестива или всех программам. Частично, во-первых, на нашем сайте вы видите, если вы туда зайдете, обратили внимание, что он несколько видов изменился, и, собственно, все основные концептуальные мысли по поводу каждой из программ там изложены довольно подробно. Но все то, что там было изложено, как и наши идеи, сейчас уже подкрепляется конкретными картинами, поэтому каждая вот эта ячейка нашего сайта, она будет все время обновляться с вами за последние, за ближайшие там несколько дней. Все это будет уже наполняться непосредственно в содержании, потому что отбор картин уже закончен, практически никаких добавлений за исключением там двух-трех картин уже не будет, потому что каталог уже ушел в печать. И я просто хотел бы еще раз вам перечислить эти программы. Мы об этом уже заявляли в сайте на Канске нашей пресс-инференции, но все-таки я еще раз их перечислить. Естественно, это конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткого метра, программа, которая называется Европа плюс Европа, программа, которая называется Далекое и близко, программа 2300, это в основном такие экстремальные картины, жанровые, не только жанровые. Это программа Ателье, сейчас я думаю, что Кирилл еще комментирует вот этот список, программа Ателье, посвященная творчеству, как-то корову, как-то документальные картины. Программа, которую действительно мы не могли не сделать, это программа памяти Владимира Юрьевича Дмитриева, который в прошлом году ушел из жизни нашего коллеги, который с нами работал. Она расскажет о нем, о его вкусах, о его предстрастиях, ну, покажем несколько фильмов, которые были его любимыми картиной. Она приедет в Шиштерзанусе, это вот приезд, думаю, и его 75-летие мы посвящаем программу Шиштерзанусе Константы. Дмитрий Ком, киновед из Петербурга, подготавливает очень любопытную программу современного китайского жанра кинок, который называется Made in China. При участии нашего консультанта чилийского Сильвия Беррель и Татьяны Ветровой мы подготовили программу современного латиноамериканского кино, которое называется «Анималатина». Туда, кстати, будут победители сейчас самого важного в смысле латиноамериканского кинофестиваля «Сан-Себастьяне» победители картин, сделанные в Латинской Америке. Стар Стыркин в нашей новой чинокорочной комиссии подготовил довольно любопытную ретроспективу под названием фильма, которых здесь не было «Миссинг Пикчерс». Это картины, которые как-то так ушли с общего внимания такого арт-мейнстрима, фестивального мейнстрима и не были показаны в России, собраны на его собственный вкус. Ретроспектива «Небо над Берлином» это ретроспектива, посвященная современной берлинской киношколе. Ретроспектива, посвященная годовщине столетней начала первой мировой войны под названием «Великая иллюзия». Ретроспектива «Пасторную игровой и неигровой» посвященная инициирована Кэролом Эмильевичем. Затем ретроспектива, которой тоже мы очень родимся, которая называется студия «Илинг» «Золотые годы», посвященная знаменитой британской комедии 50-х годов, из которой на самом деле вышла в общем-то половину примерно Голливуда и вообще все современные тренды и не только кстати к тренде в развитии комедии, они к каким-то должен всегда ассоциироваться с тем, что-то она была сделана этой студией. Это очень интересная как раз сделанная нами при участии еще в «Бритиштонг-институте». Уголок «Ротового метра», «Медиафорум», «Синефантом» и программа российского кино, которая, наверное, потом расскажет ее. А теперь я даю слово Кириллу Евгеньевичу. А пусть я заметить сейчас вот что сделаю. Мы объявим полный состав нашего большого жюри. Никто не верит, что мы его составим. Да, мы сами не верим. Итак, председатель жюри, как уже было сказано, об этом уже в прессе нашей писала, это Клеп Анатолий Жапанфилов. Также в жюри основного конкурса 36-го Московского кинофестиваля получили всю эту информацию, естественно, вошел режиссер из Бавритании, чей фильм сейчас в Каде очень глубоко сильно прозвучал, Абдарахман Сисако. В жюри вошла актриса из Германии, самая известная из последних ролей, это главный роль фильма «Измена» нашего замечательного режиссера Кирилла Серебренникова Франциско Петри. Режиссер, у которого давние связи с Московским кинофестивалем, режиссер из Грузии, представительный режиссер Ливан Кубашвили. И продюсер, французский продюсер, прокатчик, очень активный, человек, даже сложно определить всю сферу его деятельности, который, кстати, очень много работал с русским, отечеством, к нашим кинороссийским Лоран Дениру. Фильм «Открытие» Московского фестиваля, я произношу название, от Кирилла будет комитет, потому что я очень много чего-то говорю. Итак, фильм «Открытие» фестиваля называется «Нескорнеожиданно», но многие наверняка о нем слышали. За это он «Красная армия». Клоо Кирилл Ильич. Ну, по-первых, очень хорошо, что у вас очень хорошо, что у вас очень хорошо, что у вас фестиваль открывается в этих боевых названиях, учитывается современная международная ситуация, вот, но картина это о хоккее, о клубе СССР, о наших крупных хоккеистах и о том, каким образом они подглядали тогда и, возможно, баранью подглядывают сегодня. Вот, картина всем понравилась, показывалась на «Нагарском фестивале», ее трудно смотрели далеко не только российские шумовисты, вот, она получила самую высокую цепку со всем сторон, но показалась вам это. Во-первых, начале документального фильма, как вы заметили документальной и, вы же не заметили, документальная геновность в этом фестивале играет особую роль, потому что она используется только в той документальной программе, которая была отъявлена. Документальные фильмы есть практически во всех разделах программы. И вот моя программа «По ту сторону игрового» и «Игрового» это программа тех фильмов, которые не удаются вписать и в документальные и в игровое, потому что они комбинируются то и другое, и сейчас эти фигуры становятся все больше и больше. Более того, эта программа коррелирует определенным образом от программы «Дети информа», где тоже идет речь о вещах, которые не входят в нашу привычную говорят о том, что в ломбюте, где-то топить. Поэтому есть что-то символическое и в названии, и в том, что мы начинаем с документального действия. Я вот как бы добавил, что это крайне увлекательная картина, которая смотрится гораздо лучше, чем многие гриотские боевики, и Вячеслав Александрович Петисов, который тоже был на Каннском фестивале, стал там настоящей суперзвездой. Это я видел собственными глазами, и Фрюмо просто вводил его подручку и обращался с ним как с Брэдом Гидом, как по-бейшем мире. Поэтому я надеюсь, что это будет очень интересный пример. Итак, переходим к самому конкурсу. Я не помню, какие картины мы заявляли ранее или нет, я просто буду их перечислять. Это очень оригинальная такая, выдержанная, в общем, шум, студно определимом стиле картина, сделанная немецкими режиссерами в Эфиопии, чем-то похожа на Мокью Мэнтере отчасти. Ну и глава, естественно, картина называется, она «Бетти и Амар». Психологическая драма из Израиля, под названием «Бребежище». Картина из Швейцарии, сделанная с немецким участием, с названием «Травланд», режиссер Петер Фолькель. Очень любопытный на мой взгляд фильм из Турции, режиссер «Уханни Куртуру», Женили Козрачёвы, «След, Ачей Моих». Кстати, в первом произвели, как это называлось, не началось, назывался «Яглас», обратите на это внимание. Потом у нас шли всякие согласования турецкие, и прекратится нам предложили переименовать это название. Мы позже, пожалуйста, такое, дископроедическое название «След, Ачей Моих». Дело в том, что на оригинальное турецкое название было «След, Ачей Моих», а на английское они не могли бы больше перевести такого выражения «не». И они придумали вот это «Яглас». А вам в русском языке не оказывается и весь соответствующий урожайся, вы его используете. Фильм, который соответствует всем современным модным постпанкерским трендам, это фильм под названием Hardcore Disco из Польши. Кстати, был очень большой на польской картине. Кстати, многие из них даже жалко, что они не вошли в результате. Но все-таки мы решили выбрать картину этого достаточно молодого режиссера, Шиштова с конечным. Фильм называется Hardcore Disco. Фильм, которого, опять же, заявляли уже ранее, это фильм из Украины. режиссер Виктория Тарфиненко. Фильм называется «Братья. Последняя исповедь». Фильм, вы можете сказать что-то сказать? Вот. Ну, в этой теме есть нечто тоже символическое. Символово очень много. Делает то, что здесь идет о двух братьях, которые нас подсорились на женщина. Вот. И так, по-самой смятки, и не поделились. История личная стилистика украинского галактического кино. Многие рассказания. Но, в суверентной ситуации, это приобретает такую символическую инноранцию. То, что в конечном итоге, в женщине главной героине, приобретает то, что он просто пытается, хотя бы, для себя, для этих братьев, теряет кем-то надето. Контина из России, которая уже тоже в прессе писала, о чем мы раньше говорили. Это фильм «Да и да» режиссер Валерий Кай Германики. Далее идем. «Япония». Режиссер Хадзьюзи Кумахири. Фильм «Мой мужчина». В этой картине произошла непобуденная вещь, где-то надо собрать. Потому что в начале резервы «Девчонки» и им тут известно, что «Девчонки» не всегда смотрят картину полностью, и сейчас останавливают на картину. Кажется, что он был проект уже видели, это будет интересно и так далее. Ну вот, и на каждой минуте, значит, решили моих коллеги остановить картину, поскольку в «Девчонки» было уже много. А я, к счастью, видел ее полностью в Японии, и я знаю, что это огромная сенсационная картина, это инфляция скандально-заменитого романа, очень похожего на Лариду Капукова. Вот. И эта картина как бы нарушающая все запреты, которые нарукаются в том, с темно и другие фильмы. Поэтому я попросил своих коллег посмотреть картину до конца, и посмотрев ее, они единогласно решили, что она была запреты. Картины из Греции сделаны на стыке самых разных жанров. Сентименталисты Николаса Трианда и Мидиса. Много было, прислал на конкурс, кстати, всего фирма где-то тысячи лет, по-моему, пришло, но в этом году должно быть больше, да? Много было очень интересных картины «Зарана», но мы выбрали фильм «Испелые гранаты». режиссёра Маджида Рызима Стопария. Это такая относительная филограмма, я должен сказать, здесь я предупреждал адрес Манжи Влада, что я закрываю, то, что, значит, жанр у этого проекта, в продраме этого года, очень заметно, есть несколько ярких выраженных жанровых фильмов, вполне определенный жанр, сделан по всем законам жанра. Вот. Обычно это не очень считается фестивальная продукция, но после того, который уже укреплялся в 4-х, несколько лет назад собрал в стартской программе сейфер-каританских боевиков, правда они ни одно время не получили, но все были очень жанровые, жанровые кино все более и более предъявленные фестивали, и Москва как бы не может, не то, что не может быть в стороне, а надо быть в центре этого движения, просто это движение на встречу, северического кино, и фестивальского кино. Так вот, эта картина иранская была выбрана как медиальная образец Малаташа. Очень похоже в сюжете, по материалу, на фильм Андрея Спиртова «Жила-была одна баба». В данном случае «Баба иранская». Так. Фильм, который, кстати, имеет никакого отношения к тому, что Вы сказали, потому что чистый эксперимент, режиссер, Тайс Глогер из Нидерландов. Фильм называется «Репортер». У Тайса Глогера давние отношения с Масоцким кинофестивалем. Он его первый тип вопросов прислал в помощь ВХС даже. На фестивале мы сразу его заметили, и показал, вот я и показал его в программе «8.5». Фильм в Нидерландии он был ужасно удивлен. Он делает все сам, снимает сам, монтирует сам, абсолютно, вот в смысле одиночка и даже эголист отчасти. И вот третья его картин, наконец, набралась до корпуса, самая зрелая из всех его работ. Ну, спорная, безусловно. Вообще, в этой программе нет ничего выбранного надушного взгляда. Да, все картины, у них есть какие-то интересные такие острые углы, или жанровые, или проблемные. Поэтому, я думаю, смотрите, вам все будет очень интересно. картина из Южной Кореи, из породы пернатых. Рискер Син Йон Сик. Ну, это очень модная режиссер, практически его картины были на спецназском фестивале. А картина сделана в рамках специальной программы фестиваля «В чем в чем?» Это называется «Дигитальная цифровая кино». Вот. Но, как и тогда это было, она даже не была точно завершена, не было английский цвет, там, я, вспоминаю, первые годы работы на московском фестивале, на стол положил монтажный лист от близких, смотрят абсолютно чисто корейский цвет. Вот. Картина, по-моему, блестящая. Хотя, у меня есть некоторое, как бы, не то, что сомнение, как бы, я несколько разочаровал результат, как бы, выход, который нашел режиссер. Вот. Но она смешивает несколько жанров, как раз, и находится на самом деле вот такого устрая теперь в Германии. Режиссер, очень известный режиссер Дорис Дери. Фильм под названием «Всё включено». «Аллис инклюзив». Или, по-английски называется «The whole G-dang». Это, как раз, подтверждение ваших слов, что жанра вторгается в пространство конкурсное маслодское фестивале очень-очень мощно. И после, но вторгается в виде Альмадора, который многие заметили «Аллис инклюзив» и «Улика Зайва», кстати, тоже. Фильм называется «Круговек», довольно сложный. Все было произвести, простите, перевести на ритурное. Режиссер Марк Фитуси, французская картина. И, наконец, фильм из трех сразу стран, Великобритании, США и Германии, по преимуществу английская картина, очень известного режиссера Антона Корвейна «Самый опасный человек» и «Most Wanted Man». Главную роль, кстати, играет Григорий Добрыгин. Это будет одновременно европейская премьера на фестивале. Фестивале в Адинбурге и фестивале в Москве. Я показываю эту картину специально в один день. Прежиссер Планета будет в Адинбурге, а Добрыгин будет в Москве. И, наконец, фильм закрытия «Планета-обезьян» и «Революция». Все знает Мэтрис. Вот все. Мы ждем ваших вопросов. Вот я слышал, что в музее КЕНО после глобалае Вербилова не включает на Востоке и Министерство, он организует выставку голосов за всех обществах на Востоке. Где это будет выставка, подробно? Достаточно новая информация. Давайте мы проверим, потом я вам сам еще. Если это произойдет, это будет просто замечательно. Я прошу, что им большое количество мероприятий, которые сопутствуют в Московском техфестивале, которые проходят в разных местах. Мы очень поддерживаем эту идею. И это вещь, которая как бы дает новое дыхание и новую жизнь в представлении этого мероприятия. Так что мы надеемся, что нам удастся в этот город либо включить общую программу, либо даже специальный выпуск, сделать список этих мероприятий, которые расширят представление о том вообще, что за выбор. В частности, будет дискуссия, связанная с Первой мировой войной. Будет, как я сейчас выяснил по пресс-релизу, 15 спец-пероприятий на Московском бизнесе, на деловую площадку фестиваля. То есть будет большое количество вещей, которые за пределами этого пресс-релиза дают фестивалю жизни. Ну, вам разрешили информацию об этом всем, чтобы было полное представление о том, что на фестивале это не будет. Да, действительно, вот эта культурная программа, научная программа Московского фестиваля. Это отдельный разговор. Там будут прессы, там будут мастер-классы. В частности, Трахман Сисако будет делать мастер-класс. Котфри Реджо будет делать мастер-класс. Может, мы попросим Илевана Кубашвили это сделать. У нас будет презентация книги, которая сейчас совместно с Россией издается, посвященная Франческе Гааль, венгерскому киновету Анны Геребель, венгерском культурном центре и так далее. Практически каждый день фестиваль это не только фильмы, но это еще очень важная и активная жизнь, научная и культурная. Презентация книги Михаила Торфеменкова. Тут еще одна вещь, которая хотела сказать особо. Мы встретимся, у нас, в общем-то, получается, где-то расширились круг людей, специалистов, которые принимают участие в формировании различных сторон нас, программам Московского кинофестиваля. Поэтому с этой точки зрения это принципиальная позиция, и от интереса, и от более-менее, вести фестиваля, что у культурного фестиваля. Так, я жду вопросов. Вы представьтесь, пожалуйста. Микрофон. Вам нужно взять микрофон, иначе ваш вопрос не записывается. Там он стоит. Скажите, пожалуйста, чего не видно в Московской ритуре для Торфеменковского с Россией? Шестов-занужником полстанта. Это что? Это ретроспектива? Это ретроспектива. Из его ранних картин, которые сейчас менее всего известны. Из польских картин. Структура кристалла, люминация, парадигма, императив, семейная жизнь, если я не ошибаюсь. Спасибо. Пожалуйста. Прошу прощения, но чтобы у нас была как-то такая координация вопросов, да, друг за другом. У нас по бокам зала стоят микрофоны, вот, к сожалению, пробраться не так хорошо. Я его уже узурпировал. Пожалуйста, представьтесь, ваше издание, как вас зовут. Владимир Павлючик, газета «Труп». Вопрос немножко специфический, но он, надеюсь, повеселит публику. Скажите, коснется ли каким-то образом закон о запрете мата программы фестиваля? Следующий вопрос. Будьте добры, вопрос по участию стран Азии в кинофестивале, в частности, Индии. Фрагментарно вы упомянули об этом, могу ли мне на прошение? Ну, я уже сказал, что очень большая программа, помимо этой программы непосредственно, я тебя куда делал с Еленом Ильичем. Значит, что касается азиатских картин, они очень широко представлены на фестивале. Это и картины из Ирана во всем, во многих программах, включая конкурс. Это картины, скажем, в Сирии, есть картины уже во вне конкурсной программы. Это картины из Ливана, из Израиля. Вот индийская картина, как раз, насколько мне известно, в этом году мы не нашли. Такой, которая могла бы нам понравиться. А документальное киноиндийское? И документальное киноиндийское по у нас тоже не представлено. Но Азия представлена очень широко, в теме, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. И, конечно, где-то уже половина, в принципе, уже Европа, но все равно. И, кстати, из Африки тоже есть картины. Сюда, пожалуйста. Будьте добры, я здесь. Лависа Астровская, «Досуг в Москве» и Федерация киноклубов. Я сейчас начитала в основном конкурсе 15 лет. Могут быть дополнения? 15 картинок. Могут. И когда ждать окончательного варианта? Спасибо. Сусанна Кирина, Российская газета. У меня два вопроса. Первый вопрос о площадках, где будет открытие и закрытие пресс-центра, конкурс. И второй вопрос, будете ли вы показывать Леверафана в рамках Московского кинофестиваля и где? Спасибо. Понял. Значит, открытие и закрытие будут кушать. Значит, все происходить будет естественно в кинотеатре «Альфа Мультирплексия». Октябрь пресс-центр будет в театре студии киноактеров, потому что нам показалось, что это место более подходящее. Причем театр художественный, тем более, что он сейчас перестраивается и ближе. И что вы сейчас спросили? Некоторые программы будут показаны в открытом кинотеатре «Дионер» в парке Горького, что очень приветствуется публикой этого парка. Там всегда очень хорошо. Кстати, даже некоторые мастер-классы будут там происходить.